ТАО. Путь Вознесения. Книга 10. Карма дельфинов и китов, расставщичество и текущие проблемы. В записях, обнаруженных в мировом Вознесении Земли, недавно было раскрыто, что около 49 тысяч лет назад дельфины и киты были использованы, чтобы лишить жизни великих мастеров. Беззаконные души, находившиеся в управлении над Землей, вторглись в реалии дельфинов и китов 49 тысяч лет назад и создали через их коллективное поле мощные резкие энергетические удары по 48 детям великих мастеров, убивших всех в 14-дневный срок. При каждой смерти голографическая информация родословных великих мастеров перемещалась к видам дельфинов и китов. Неожиданным образом, дельфины и киты по своей природе стали полностью сознательными, с индивидуализированными душами, инкарнирующими в них вследствие переноса соответствующих записей. Все это происходило в результате передачи гуманоидного голографического сознания от родословных великого мастера к родословным дельфинов и китов. Беззаконные души проделали это с тем, чтобы дельфины и киты тоже могли возноситься и позволить своему сознанию покинуть Землю. Кроме того другая половина голографического знания великих мастеров была передана беззаконному существу известному как Сананда. Вот каким образом, Сананда неожиданно вырос, становясь в господстве и управлении над оставшимися человеческими рабами, дельфинами и китами, а позже и самими аннануками. В недавнее время внутри видов дельфинов и китов вновь произошла переигровка древней кармы. Вырезающие карту дельфины и киты недавно вновь были пойманы в повторном заякорении на Земле ложного вмешательства, и это уже после того, как Земля уделила много внимания удалению всех подобных душ из своих реалий. Оказывается, причина этому лежит в искаженных вознесениях, становившихся все более и более неполными, раскалывающими свет и тьму таким образом, что бессознательное внутри их видов только увеличивалось, а не уменьшалось. А поскольку бессознательные реалии видов дельфинов и китов разрастались, родилась благодатная почва для ложного интервенционного вмешательства. В данное время идет исправление подобного существования. Космические советы приостановили любое дальнейшее вырезание карты вознесения дельфинов и китов, такая искажение не будет полностью исправлено. Было установлено, что причина искаженного вознесения видов дельфинов и китов кроется в результатах опыта использования в целях вознесения человеческой информации и человеческой ДНК. Генетика весьма специфична по отношению к сознанию, которым обладает какой-либо вид в связи с собственным вознесением. Наличие зависимости от генетики другого вида никогда не даст положительных результатов в вознесении. И недавние искажения в видах дельфинов и китов демонстрируют таковое. Дельфинов и китов выдвинули в отдельный консенсус и грезу от всех других видов на Земле в данное время и пока не исправлено искажение. Их неполное искаженное вознесение угрожало всему восхождению Земли и стало той причиной, по которой космические советы избрали вести Землю именно таким образом. Со временем вознесения дельфинов и китов будут переорганизованы и приведены к выравниванию с Землей. До этого времени мы ориентируем воятелей человеческой карты уходить от любого контакта и коммуникации с их видами. Было зафиксировано губительное воздействие, проникающее через бессознательное к человеческим посвященным верхнего уровня. Такие удары не направлялись сознательно, а скорее управлялись сложными интервенционными душами, взаимодействующими с искаженными полями дельфинов и китов. Вред от дельфинов и китов. 18 дельфинов-косаток были изобличены в использовании энергии своей вознесенной мыслеформы в намерении вымирания человечества. Таковое не может быть целью вознесенной мыслеформы – возлюбленные. Вознесенная мыслеформа используется, чтобы выразить намерение к миру, единству, любви, непричинению вреда между всеми видами, и восхождению своего собственного вида и формы. Таковая не применяется в намерении вымирания другого. Более того, чтобы выдвинуть подобные намерения на человечество, дельфины-косатки использовали коллективное поле всех дельфинов и китов. Было установлено, что недавнее движение среди людей к длительной войне, а не миру во всем мире, непосредственно связано с этими намерениями. Это – форма вреда от дельфинов и китов. Вред на физическом плане был также раскрыт между определенными видами китов. Люди дали название виду дельфинов-косаток кита-убийцы, и здесь возможно присутствует некоторая бессознательная связь с истиной, что так оно и есть. В свое время некоторые возносящиеся имели возможность встретиться с командой снимавшей специальную часть фильма производства BBC названного «Голубая планета». В данной сцене стая дельфинов-косаток была заснята выслеживающей детеныша кита другой разновидности. Мать пыталась помочь своему ребенку плыть с ней в одном ритме, однако со временем дельфина-косатки догнали его. К большому удивлению съемочные группы дельфина-косатки убили детеныша кита и потребили его мозг. Когда Людмила услышала об этом событии, она запросила советы, наблюдающие за вознесением дельфинов и китов. Никакой записи об этом инциденте зарегистрировано не было. Дальнейшее исследование со стороны других хранителей записей дельфинов и китов раскрыло истинное положение вещей. Детеныш нес в себе новые частоты, которые сняли бы все из-за весы с искаженного восхождения дельфинов-косаток. Дельфины-косатки стали препятствовать тому, чтобы это обнаружилось, выслеживая и убивая младенцев всех других видов китов, несущих в себе данную информацию от рождения. Вслед за этим открытием последовала принудительная переделка всех китов и дельфинов, проводимая под руководством Создателя Земли, ИТАО. В ходе перезаписи был раскрыт секретный орден китов, всей по происхождению дельфины-косатки, который удерживал господство над всеми дельфинами и китами в рамках их внутренних планов. Были изучены все записи дельфинов-косаток прежде, чем передать их Земле, а определенные сегменты отредактировать или стереть. В данное время вся отредактированная и исправленная информация находится в процессе возвращения и добавления к библиотекам Земли. Отредактированная информация показала, что очень давно царство кита открыло исходные данные своей информации вознесения благодаря смерти великих мастеров. Информация об этом была стерта и ее раскрытие Земли или восходящим людям всячески не допускалось тем, чтобы дельфины и киты продолжили свое вознесение без переоркестровки. Данная информация сильно утаивалась от человеческого вида и привела к смерти трех мастеров внутренней Земли, а также приближала к смерти Людмилы и Романа в качестве кармы, разворачивающейся в настоящее время. Произошедшие смертельные случаи просто повторения кармы от очень давних времен, а без записи карму высвободить не удается. Возлюбленные, когда карма идет невысвобожденной, посвященной восходит в карму и разыгрывает ее в своих реалиях. Теперь же, когда карма известна, она может высвобождаться всеми людьми, которые возносятся в это историческое время. Каждого читающего этот материал мы приглашаем высвобождать сейчас всю карму, имеющую отношение к вышесказанному. Секретное руководство дельфина китовым царством, было устранено благодаря вмешательству истока Земли. Сейчас уже, без вмешательства все записи перетекают прямо от их видов библиотеки Земли. Кроме того всем видам дельфинов и китов, участвовавшим в секретном управлении, перекрыта способность дальнейшего вознесения в текущей жизни. Если в дальнейшем и произойдет восхождение тех, кто связан с их индивидуализированным видом, безвредные родословные, которые введутся в полном сотрудничестве с Землей, появятся на свет уже в будущих поколениях. Так же как и человечество, дельфины и киты переводятся сейчас на форму потомственного вознесения, вознесения в поколениях. Раскол сознания. Между дельфинами, китами и людьми. Смерть великих мастеров и передача их голографического знания виду дельфинов и китов породила раскол в сознании. Данный раскол послужил причиной того, чтобы часть человеческого сознания передалась видам дельфинов и китов. По существу человеческое сознание резко понизилось, и это было первым падением человеческого вида на Земле около 49 тысяч лет назад. Из дальнейшего выяснилось, что случившееся было последствием кармы, имевшей отношение к созданным для войны, жестоким дельфинам и китан, которую переместила на Землю раса арктурианцев, когда вселяла замороженный диоксид серы в атмосферу Земли примерно 6 миллионов лет назад. Когда диоксид серы таял, то вместе с кармической информацией входил в водные пути. Со временем карма была подобрана и стала частью ДНК живущих в воде магнитных дельфинов и китов. Данная карма стоит за расой дельфинов и китов, разводившихся с целью истребления людей. Карма берет начало не в вашем творении, а в творении, к которым относится Арктур. Арктур происходит из параллельной магнитной вселенной, связанной с вашим космосом. В течение длительного времени Арктур участвовал в собственных сражениях и, по всей видимости, дельфины и киты использовались для причинения вреда арктурианцам в другом времени и в столкновении с другим гуманоидным видом. Подробности недоступны, ибо изначально карма записывалась не в вашем творении. Однако данная карма, когда ее переместили на землю и вобрали в себя виды дельфинов и китов, разыгралась к отобранным на землю людям высокого духовного знания. Дельфины и киты, послужившие причиной падения земли. Вследствие вышесказанного дельфины и киты несут ответственность за собирание чужой кармы, ее разыгрывание в древние времена, и активации смерти 48 великих мастеров, наряду с временами недалекого прошлого, когда карма повторилась вновь. Однако, с точки зрения земли, дельфины и киты, особенно в магнитной форме, должны были быть осведомленными и осмотрительными, и предпринять другое альтернативное действие вместо умерщвления великих мастеров. Их смерть вызвала увеличение мыслеформы разрушений смерти по всей земле, что, в конечном счете, и произошло, приводя к плотоядному поведению одного вида по отношению к другому, вместе с сокращенной продолжительностью жизни, старением, болезнью и смертью, сейчас ставших уже нормой. Поэтому сейчас дельфины и киты несут ответственность за первоначальное падение сознания земли в разрушительную парадигму. Очень долго земля полагала, что люди ответственны за ее исходное падение. Однако в последние годы земля пришла к пониманию, что греза для человеческого вида была изолирована от грезы для всех остальных видов в рамках консенсуса известного как земля, включая дельфинов и китов. В результате такой изоляции люди не обладали возможностью вызвать первоначальное падение консенсуса земли, поскольку не были составной частью этого консенсуса. Поэтому все подводило к выводу, что в причине должен стоять вид, существовавший в рамках консенсуса, что в действительности и показали недавние открытия о смерти человеческих великих мастеров. С тяжелым сердцем земля узнала о причастности дельфинов и китов к этим реалиям. Земля постоянно доверяла дельфинам и китам, пока не смогла бы вспомнить, как работать в гармонии и единстве со всеми другими видами. Обнаружилось, что они оказались не в состоянии работать в гармонии и единстве с человеческими великими мастерами, отобранными около 50 тысяч лет назад, что в свою очередь бросало вызов всему, что было известно Земле и об их видах. Впрочем, это говорит о том, как работает и разыгрывается карма, когда она неизвестна, приводя к непредвиденной причине и следствию. Все записи об их столь давней причастности к смертям великих мастеров были стерты и отсрочены на оставшийся человеческий род. Возможно, имея дельфины и киты большую осведомленность о карме, которую они вобрали в водных путях Земли, то всего этого удалось бы избежать. Увы, они не располагали никакой информированностью, и в настоящее время унаследовали большую карму, что касается падения Земли в разрушительные стереотипы. Люди, с другой стороны оказываются полезными и способными в мировом вознесении, больше чем Земля когда-либо ожидала. В последние месяцы, в ходе переоркестровки и введенных ограничений на человеческое вознесение, вред, что прежде тек через человеческое бессознательное, прекратился. Со временем будет произведена аналогичная переоркестровка дельфинокитовых вознесений, также приводящих виды к соответствующему существованию, и возможно тогда все виды смогут простить друг друга и предпочесть возноситься в новой реалии гармонии, единства и необусловленной любви сообща. Земля тоже имеет свое верование о безупречном виде. По-видимому, дельфины и киты действительно только показывали видимость собой более совершенной полностью сознательный вид вплоть до недавних открытий, доказавших на их счет иное. Многие люди обращаются к дельфинам и китам, чтобы обрести большую гармонию и прийти к большему согласованию с Землей. По-видимому, это отражает мысль о реалиях совершенства. Но такой вещи как совершенство попросту не существует, только постижение формы, и души, совместный рост и эволюция. Ни один вид не свободен от участия в реалиях Земли или истории Земли. Любой воплощенный на Земле вид выдвигает себя участвовать во всех событиях целого консенсуса. Кроме того, события Земли созданы всеми представителями коллективного сознания видов для каких бы то ни было уроков, в которых предусматривается участие души. Воспринимать один вид как находящийся выше другого, или более совершенный чем другой, всего лишь иллюзия в действии. Однако подобная иллюзия заставляла Землю и восходящих людей не проводить исследования дельфинов и китов и не задаваться вопросами по поводу их влияния и компетенции. Для тьмы это привело к большей способности манипулировать через их поле, оставаясь при этом незамеченной. Таким образом, это недавнее препятствие учит восходящие виды всему, что засвидетельствовал данный опыт. При передаче сознания дельфинам и китовым видам человечество лишилось своего единства, гармонии и равновесия, вместе с внутренним видением и пониманием сновидения, ибо все это было частью перешедшего к их видам голографического знания великих мастеров. Часть этой информации также служила для человека причиной обращения внутрь себя или становления духовно знающим, знающим изнутри. Следовательно, со смертью великих мастеров человечество также утратило свой внутренний ландшафт, и сознательность вместе со способностью просто существовать. По существу знание было передано другому виду, в массах люди становились все больше внешне ориентируемыми и направляемыми наукой, а не интуицией, опустившись в недавние истории до уровня, где почти любое знание внутреннего мира воспринимается как фантазия или бессмыслица в текущих человеческих реалиях. Существует два других временных периода, в которых сознание дельфинов, китов и человека раскалывалось и сливалось вдобавок к первоначальному опыту с великими мастерами. В каждом из периодов вновь было вызвано падение человеческого сознания и ускорилось продвижение к научному знанию, осознанию, основанному только на внешних реалиях. Второе слияние, или поглощение, произошло во времена эпохи аннанук. В их раннем присутствии не существовало никаких отношений между аннануками и текущей магнитной популяцией дельфинов и китов на Земле. В своей ориентации аннануки были электрическими, а потому не существовало никаких голографических отношений. После утраты ледяных щитов и создания ваших океанов аннануки пожелали отобрать с плеят на Землю определенные виды жизни дельфинов и китов. Дельфины-косатки берут свое происхождение с плеят и являются электрической разновидностью кита. Существует две дополнительных разновидности дельфинов, электрических в своей основе, одна из которых дельфин-бутылконос. Когда электрических животных, скатов, меренг, угрей, самов, дельфинов и китов внедрили в океаны, спустя некоторое время из водных путей карма Арктура также передалась их ДНК. Как только это произошло, карма разыгралась вновь, и аннануки оказались основательно разрушены и обворованы как энергетически, так и информационно. Несмотря на то, что аннануки не умирали при идущем через стае дельфинов и китов разрушении, половина голографического знания аннанук была перемещена электрическим видом дельфинов и китов. Произошло это примерно за 8000 лет до применения ядерного оружия в войне между Иннаной и Мердуком. В действительности война между этими двумя вспыхнула менее чем 800 лет спустя после того, как голографическое знание аннанук было передано популяции дельфинов и китов, очевидно без их осознания произошедшего. Возможно, именно данная потеря информации и результирующие падение сознания, в конечном счете, вызвали безумие Мердука в отношении к Иннане, и в итоге ядерное уничтожение Земли. Сейчас дельфины и киты несут часть этой кармы из-за их участия в утрате сознания человеческой формы. Во времена эпохи Атлантиды и снова люди, дельфины и киты начали взаимодействовать сообща в целях Вознесения. И опять половина остававшегося человеческого голографического знания была передана царством дельфинов и китов в течение данного временного периода. Снова при утрате своего сознания люди обратились войной друг против друга, достигшей кульминации в еще одном мировом ядерном уничтожении, произошедшем приблизительно 10 тысяч лет назад, 40 тысяч человеческих лет. В настоящее время дельфины и киты также разделяют часть этой кармы, ибо причастны к потере человеческого сознания, которая привела к ядерной войне. Данный стереотип еще раз напомнил о себе со смертью великих мастеров внутренней Земли в начале 2002 года. Однако восходящие посвященные верхнего уровня исправляют сейчас все, что было перемещено в таком опыте, восстанавливая все потерянное знание. Мы приглашаем всех читающих этот материал, восстанавливать собственное голографическое знание, перешедшее к дельфинам и китам в ходе трех упомянутых периодов. Когда каждый восходящий посвященный проделает таковое, он или она восстановит собственное внутреннее понимание голографического знания. Многие посвященные жалуются на то, что не являются ясновидцами. Несомненно, основная причина такого стереотипа состоит в потере определенного знания, переданного формам дельфинов и китов. Для тех, у кого дело обстоит именно так, восстановление своего знания поможет в открытии внутреннего видения и сознания. К тому же восстановленное знание увеличит вашу открытость планам сновидения, окружающим самого себя сейчас, когда сновидение было заново организовано во всем мировом масштабе и в ходе вознесения Земли. В сущности, при восхождении к 1800 единицам человек высвобождает всю карму за период известный как Атлантида. Поэтому все, кто овладел этим уровнем эволюции, должны были закрыть свою карму, возвращая и восстанавливая знания, переданные в тот временной период от своих предков к популяции дельфинов и китов. К сожалению, записями этой кармы манипулировали, и оставаясь в неизвестности, они шли невысвобождаемыми во всех возносящихся посвященных. Сейчас для каждого, кто вознесся к этому уровню или выше, наступило время высвобождать упомянутую карму и восстанавливать собственные голографические записи от царств дельфинов и китов. Кроме того те, кто восходит к 3000 и выше, обращаются к карме за период известный как Эра Аннанук. Вплоть до сих пор оставался неизвестным тот факт, что к падению сознания Аннанук и войне, ставшей результатом, были причастны виды дельфинов и китов. Подошел момент высвобождать свою карму с данного временного периода, а также с их видами, и восстанавливать все знание, утраченное из человеческой голографической формы. Недавно намерение вымирания человечества затронуло весь консенсус восходящих людей. Каждый может желать исследовать привлекал ли к себе мысли форму и карму вымирания, которые стекали от бессознательного дельфинов и китов. Если это так, то пришло время возвращать мысли форму вымирания обратно их виду и взамен выражать намерение вознестись. К тому же, если возносящийся посвященный принял от их вида карму смерти или болезни, бессознательной осведомленности об этом, данный момент, время, чтобы полностью вернуть назад такую карму. Были обнаружены дельфины и киты, коллективно сбрасывающие свою карму болезней и смерти на человечество, и восемь других планет размещенных в вашем космосе. Как только посвященный раскрывает подобные реалии, выражается намерение возвратить всю чужую карму к истоку ее происхождения, чтобы не шло восхождение в такую карму и не становиться больным или умирающим вместо восходящего. Анализ состояния Земли Обнаружив, что дельфины и киты бессознательно отсрочивали свою карму болезни не только на человечество, но также и на восемь других планет в вашем космосе, Земля стала разгневанной. Ибо Земля не желает отсрочивать никакую карму, но закрыть ее абсолютно всю с тем, чтобы иметь возможность вознестись. Если бы карма от какого-нибудь вида оказалась отсроченной, то это гарантировало бы, что сознание и души Земли позже возвратились бы в это измерение, чтобы закрывать ее. Земля же совершенно не намерена возвращаться в это творение после того, как она вознесется домой. Дельфинам и китам давно известно о намерении Земли совершить полное вознесение, а данный стереотип просто не поддерживает такую цель. Вся карма, отсроченная дельфинами и китами куда-то в другое место, возвращается сейчас к ним обратно, а их вид должен будет сжечь эту карму, пропуская ее через свою кундалини, а также путем погашения в процессе переделки. Не существует иного способа создать полное вознесение, возлюбленные. Так обстоит дело для дельфинов и китов, так же все это и для человечества. Каждый должен прекратить отсрочивать карму и начать всю ее сжигать своей собственной кундалини, чтобы возноситься вместе с Землей. Если бы дельфины и киты поведали о своей причастности к смертям великих мастеров, когда это раскрылось в их собственном восхождении, то трем мастерам внутренней Земли удалось бы сбежать смерти. Секретное руководство дельфинов-касаток воспрепятствовало тому, чтобы начать совместно использовать данную информацию. К тому же именно через царство касатки карма от их видов была сброшена на человечество и восемь других планет вашего космоса. Более того имело место исходившее от восходящей мыслеформы касатки сознательное намерение вымирания человечества, что в свою очередь заставило Землю и космические советы понизить каждого дельфина-касатку до прежнего уровня двух единиц ДНК, и в целом запретить их восхождение в будущем. В данное время они предназначены для вымирания, что основано на решениях Космического Совета. Сейчас дельфины и киты также наследуют карму трехчеловеческих смертей. Оценка Космического Совета Согласно Космическим Советам дельфины и киты страдают от менталитета стаи, который можно выразить как один за всех, все из-за одного. В наступающее время очищение постепенно будет сворачиваться базирующиеся на электричестве ДНК. Дельфины и киты, не способные в достаточной мере отделить электрические и родословные от магнитных подпадают под отборочное вымирание тех вариантов, что непригодны для поддержания мирового вознесения Земли. Поэтому далее произойдет следующее, сформируется отдельный консенсус для восходящих дельфинов и китов с наследственностью магнитной и родословной. Подобно переоркестровке человеческого вознесения, на которую ушло примерно 6 месяцев, ожидается, что таковая займет многие месяцы прежде, чем вознесения дельфинов и китов пройдут достаточную переорганизацию, чтобы возобновиться вновь. Мы еще раз призываем человеческих возносящихся посвященных просмотреть свою карму с видами дельфинов и китов, и на сей раз полностью отделить таковую от своих реалий. Это даст их видам время необходимое, чтобы перестроиться. Не все дельфины и киты вредны по своей природе. Однако те, что являлись чистосердечными воятелями карты, были заполонены вокруг себя другими, что имели неполное вознесение и коллективное бессознательное, используемое в целях причинения вреда. Поскольку их вид проходит переорганизацию, отделяясь от вредных родословных в форме дельфина и кита, их коллективное восхождение опять придет в выравнивание с землей и прекратится использование бессознательного, чтобы причинять вред. Тогда уже можно будет заново открыться к межвидовой коммуникации. До наступления такого момента советуем посвященным позволить им пребывать в своих реалиях без какого-либо вмешательства. Каждый вид должен брать полную ответственность за свое собственное восхождение. Именно так это обстоит для человечества, и точно так же для форм дельфинов и китов. Ритуалы мумификации. В дополнение к смерти великих мастеров, пришедшие через поля дельфинов и китов, красная племенная раса рабов, что осталось, предпочла пойти на мумификацию воплощений вместо того чтобы кремировать их после смерти. Люди, совершающие подобное, скорее всего, думали, что делают правильную вещь. Так как иногда сами были свидетелями и косвенными участниками проводимых сириусянскими учеными ритуалов мумификации, где мумифицировали некоторых представителей определенных царств животных, чтобы сохранить их для длинного пути назад к Сириусу. Вместо полного высвобождения души, мумификация захватывала души великих мастеров в ловушку их тела. В результате эти души вошли в вакуум пустотных камер, и пребывали в таком состоянии вплоть до тех пор, пока совсем недавно не произошло их высвобождение, когда карму мумификации высвободили посвященные высокого уровня во внутренней земле, а также на поверхности. В результате мумификации души помещались в изолированные вакуумные камеры, входили в состояние пустот, и оказывались в итоге неспособными сообщаться с любой другой душой о том, что им самим было известно. Они знали, что дельфины и киты стояли за смертью их форм. Мумификацию продолжили проводить по линии потомков великих мастеров, а позже, когда вознесение прекратилось, она стала использоваться в качестве ритуала. Возносящиеся посвященные могут желать высвободить карму всех своих предков, которые были мумифицированы или забальзамированы тем или иным способом. Когда это проделывается, появляется возможность освободить душу, которая была прикреплена к останкам скелета или могиле на земле. При этом восходящие люди также получают возможность залатать определенные расколы в своем восхождении. В результате обретенного понимания, что мумификация заманивает душу в ловушку в пределах формы, мы рекомендовали бы тем из вас, кто испытывает смерть членов семьи использовать кремацию, а не бальзамирование и не похороны тела, что в результате полностью освободит душу от каких-либо привязок. При этом, вы приведете к большей завершенности души тех, кто заканчивает смертью данную целую жизнь.